Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком», 13-й том. Вопрос 2771. Вы много раз говорили о грабительской политике в государстве, что средства перегоняют за границу новые олигархи. А сами, если бы представился случай, хотели бы быть богатым? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Не отказался бы, но это было бы ненадолго. Новые деньги приобретать не сумел бы, а старые, даже самые большие, начали бы стремительно уплывать. Конечно, на храмы бы и копейки не дал, а купил бы в деревне комбайны, трактора настоящих и бульдозер, кран и иное разное сельско-оборудование до уборки и сеноуборки. Дорогу проложили бы до трассы, водонапорную башню слепили бы и в дома воду провели. Школу просторную построили бы, сады заложили потомков, виноград развели. Тут без Алексея Сискова, главного агронома Корчина, моего крестника, не обошлось бы. Положил бы себе и жене пенсию хотя бы тысячи три в месяц, а то по тысяче всего. Дюжи скудно. Коров породистых завели бы, пчел накупили бы, пруды заложили и рыбы настоящие развели. Тут деньги и кончились бы. Притча 23, глава 4-5 стих. Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет. Потому что оно сделает себе крылья, и как орел улетит к небу. 1 Тимофеев, 6, глава 6-11 стих. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение, и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Чего уж прятаться за спины слабаков? Виновный, выйди, отделись от строя. Не вышибай здесь признания кулаком, и матом за проступок не покроют. Виновный, принеси же покаяние. Разбор устроим тайников завалом. Пути греха раскроем не по пьянке. Рассудим по-евангельски, не как попало. В чем трудность, жмурясь, выдвинуться к свету, дабы невинные за нас не пострадали. Простите виноват, сожмите зубы крепко, путь ко греху распотрошим детально. Сначала мысль, прилог и усложнение, пять чувств помалу, в безумие влюбились. Вину и женщины за все шальные деньги. Уприхоти мы, нежные лоббисты. Путь ко греху изрыт в ухабах страха. Сжималась совесть до дрожания членов. С подачи дьявола перемахнули махом. Закон ограду, и нет иной дилеммы. Но к покаянию всегда зеленый свет. Спокойствие и легкость – дар свободы. Мерзавец тот, кто даст иной совет. Амбициям, стыду и тьме в угоду. Не заверни на сходбище смутьянов. Не пожелай зубцы ломать у стен. Не будь дурней болотного гальяна. Когда опомнишься, не соберешь костей. Ребенок трусит искренне сознаться. А за него невинного подтащат на расправу. Такую уже попался черту в снасти. В любом конфликте себя считает правым. Мы не родились, а поступки наши Уже известны были и Егове. Но их сотрем, когда открыто скажем. Мы согрешили, но прости нас снова. 26, 07, 05, Игнатий Лапкин.